Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейс» продолжает свои программы, и сегодня у нас есть гость в студии, у нас сегодня Элла Арбит. Элла, здравствуйте. Здравствуйте. Мой Бог во мне, не только Господь Бог меня хранит на постоянной основе, все уже давно работает на этом практическом пути. Не в аспирантуре этому училась, не в аспирантуре. Ну, аспирантура, это же, как и в любом колледже, это же материальное. Ну, с духовным уклоном была. В этой аспирантуре... Вы имеете в виду аспирантуру интеграционной медицины? Интеграционной медицины. Там были такие открытые понятия, как начало творения. То есть, изучали мы немножечко, чуть-чуть, современным способом, без, как Папа говорит, Бог, негодяйства. То есть, где все самое лучшее, это в пилюле красного цвета, сиреневого цвета, как лакомство. Неверно, неверно. То есть, в этой аспирантуре, где я занималась два года, занимались очень духовно настроенные врачи. И в этом смысле мне повезло, потому что группа была феноменальная, была откровенно, на что посмотреть. Не было задир, не было, кроме ответственности, ничего. То есть, доктор Эндрю Вайл, он основоположник этой интеграционной медицины, и он сам посвятил хорошую порцию своей жизни. Он живет по этому принципу. Он не гадалка. Он не, по-моему, просто бессмертно довольный человек всем, и доходом своим, и образом жизни, и тем, что он дарит людям значительность. В общем, отношения с этим человеком и Богом, я уверена, очень положительные. Он не ранит людей. С его помощью в США начали развиваться эти, как маленькое здание, которое начало расти. Что дальше? Недостаточно этого. Дальше нужно знать немножечко, чуть-чуть быстрее и больше, почему все-таки страдают люди, и многие страдают. В то время, когда я изучала интеграционную медицину, исследовала пути Божьего, я практиковала в обыкновенных условиях, где, в принципе, меня не хотели. Я не меняла ничего, кроме, пыталась скорее уйти от кризиса в человеке. Бог убрал этот путь, чтобы не было зависти к тому, что я с Богом, потому что известники были. То есть это по приказу Бога произошло, мне нужно было просто отдохнуть после этого пути, потому что очень много лжи в медицине. И многие не стремятся почему-то понять, что они, возможно, не на том пути. Святости мало. Это уже архангелы и мать наша говорит, святости мало. Приблизительности много. Кое-что работает, но опять не на современном уровне 21 века. Что же произошло со мной? Я перестраивалась 4 года на тот путь, где я сегодня уже могу объявить, что психология – это уже вчерашний день. Бином – это творение Божье, где работает абсолютно всё. И мы сейчас, это и есть тема нашей программы, бином как наука о создании. Одна из первых заветных, я повторяю слово, заветных наук, которые будут откровенно открыты мной. Это моя задача прихода на Землю. Я выполнила свою задачу, я буду потихонечку открывать эти сокровенные моменты. Слава тебе, Господи, мы говорим по-русски. Завтра будет передача на английском языке. Немножко характеристики биномов у англоговорящих, но свободных и любимых Богом детей. В Америке другие. Наши русскоговорящие биномы немножечко сложнее, в каком-то практическом смысле легче. Меня вели по принципу, давайте не будем сомневаться, немножечко у Творца были другие принципиальные меры в создании нас. В расчете на то, что мы поймем его, Бог хочет объяснить, что есть все-таки, существует разница. То есть нужно примерно знать, почему может быть что-то влияет на одного человека, на второго, третьего, четвертого, пятого, шестого оно не будет вообще влиять или будет вред приносить. Почему? Есть принципы, в которых генетически заложенные манифесты были написаны Богом и Его рукой. Я не творю ничего, кроме того, что Бог творит за мной, буквально иногда, может быть, даже за моей спиной, потому что, логически говоря, любовь нам непонятна. Она не подтверждает себя в нашей существенной логике, нашего механизма внутри. И это познание мира. Почему это важно говорить об этом? Значительно не страдать на пути своем. Страдание происходит от внешнего вмешательства в дела Божьи. Почему я так откровенна в данный момент? На днях я сделала термические фотографии в Сангейт-центре. Что-то мне предвидительно ничего не было сказано. Но я знала давно, что я должна была это сделать. И момент пришел. Пришел без приказа. Пришел просто тот случай, который называется миг у Бога. Момент творения очень искренний, чистый, коллективный, может быть, в какой-то степени. У кого какой отсчет времени, у кого-то строение начинается от высшего разума. У меня уже выше высшего разума. Почему? Потому что я на геноме уже давно стояла. Я уже на матрице спокойно стою, живу. Иногда я даже и не хочу, потому что мне спокойнее. И кое-что могу увеличить без матрицы. Что такое Эйнштейна формула EMC squared? E equals MC squared. Это то, что бином и есть. Это то, что и есть бином. С торжеством я могу... Скорость ветра равняется EMC квадрат, да? Это скорость... Это я буду объяснять. Сейчас я просто объявляю. Просто вышли сегодня с объявлением о том, о чем никто еще не имел понятия. Кто-то в Америке, может быть, ищет значение слова плацебо. Да давно мы уже с Богом разрешили эту форму существования, которая все равно ни к чему не ведет. Есть более достойные методы общения с собой. Опять, это для нас, для детей его сделано. Общение с собой. Не просто на какую-то определенную тему, но на тему создания себя. Создание себя — это полное здоровье, полный мир. Это не сокращенный путь. Это путь к развитию себя. На что Бог и надеется, люди поймут. Мы привлекаем. У вас есть какой-то вопрос, Михаил? Вы посмотрели на меня. Ну, это тем более интересно то, что вы сейчас говорите, поскольку все-таки беном Ньютона был открыт, собственно говоря, материальным человеком действительно, а мы сейчас говорим о духовном, потому что речь идет о создании. Создание не только духовного. Создание — это не есть творение. Дух — это часть. Есть еще и душа. Есть еще много чего. Три единства человека, да. Даже это одни из регистров. Это одни из регистров на пути нашим. Духовники ошибаются глубже всех. Дух не един. То есть нужно аккуратно относиться сейчас. Дух и спиритуальная ДНК. Я в некоторых передачах уже говорила, мы не хотим сойти с этого пути. Мне все сверху говорят, не надо сходить на спиритуальную ДНК. Но это был мой заменитель Духа. Это более плавный, нежный и красивый путь, который привел меня к тому разумному пути, где я сегодня стою. За этим ничего не стоит и не кроется. Это тот путь очень чистой нежности к ребенку своему, который Бог приносит этому дитю. Он говорит, у меня много деток. Он говорит, я хочу, чтобы детки услышали, что в любом возрасте вы ребенок. И я благодарю тех, которые поймут эту чистую часть себя, не вредную, не злопамятную, не полуоткровенную, а полуумноженную на что-то, на количество лекарств в жмении этого человека. Потому что это уже не тот размах, который тебе даст чистое здоровье от Бога. Чистейшим умом можно пользоваться довольно откровенно. Я не парю нигде. Я очень гравитационная в данный момент. То есть я знаю, что я укоренена на Земле. Между прочим, гравитационные силы во мне работают очень-очень чисто. Они являются заменителем генома, который работает на эго. Но я немножко ползла вперед, мама говорит. Не спеши, не спеши доказывать, что отец и мать подтверждают, что смысл только в том, что аннотации никакие не нужны. Это придет опять же от них, через меня. Это просто ответственность перед ними, не забегать вперед. Торжество происходит, оно должно происходить. Психология не проявила себя в правильном смысле. Уже древняя наука, если считать по поводу, чего мы говорим сегодня. Те, которые принесли психологии перемены, уже те заветные источники информации, любви и качества, я повторяю, качества, которые работали со мной, готовя меня на беном. Все происходит на уровне бенома, и там, где я принимала все значительные первые шаги, когда Бог начал со мной говорить. Он мне не говорил о беноме, не говорил, только сказал сразу о результате. Он сказал, ты никогда не упадешь на этом пути, ты дойдешь до конца, эта наука уже написана, это исторические мнения нас, ты произойдешь, все культурно, все хорошо, ты не будешь никогда одна, мы тебе дадим свою информацию и покажем людям, никто никогда не будет сопротивляться по поводу тому, какие знания ты несешь вперед. Оно все оказалось верным, таким же правильным путем, каким Бог сказал, я пойду, но я не заключила еще конец этому пути. за беномом еще разум стоит. Он жив во мне, этот разум. То есть, Бог говорит, теперь это иди от исторического момента, и зайди немножко в момент творения. Тора, 10 заповедей. Беном, это часть того же самого творения, но в чем разница, я хочу немножечко обратить внимание на то, что такое беном и матрица, это как часть этого заповедного уголка, куда Бог призывает их детей, которые они верят, когда Он хочет объяснить, Он объясняет на том уровне. То есть, я изучала в параллельном смысле, не мере, в параллельном смысле, когда мне нужно было понять, Бог отдавался мне, я поднимала себя, мы шли вместе. То есть, беном такие есть, не сопротивляйся мне, ребенок, ты умный. И я тебе отвечу за все те предметные разговоры, которые мы, я принесу тебе. Это короткий путь, как говорили в Одессе, короче говоря. Мне многие завидовали на этом пути, но я не сорвалась. Я убедительна была в соответствии к себе, я вела себя разумно, как медик. Мне очень помогло мое критическое отношение к нравственности. Я понимала такие творения, как вред и польза. Это так торжественно относилось ко всему сознанию. Потом в какой-то момент мне Бог говорил, осторожней, я уже вложил в тебя ребенок, не забрось это все, потому что я как вдова хотела выйти замуж, был прочный человек, который, безусловно, пришел от Бога. Бог разрешил нам соединиться, но момент творения не произошел. То есть мой непритворный путь оставил меня возле Бога, где мне явно не хотели дать развитие. То есть тот Творец, который разрешил сверху прийти, мы договорились сверху прийти, на этот путь вместе, не создал свои условия, в правильном смысле. То есть я хочу дать людям знать, что все бывает в жизни. Но просто дойти до Творца тоже сложно. Это уютное место, творение это уютное место. А заповеди тебе разрешают помочь себе выше стать. Возвышать нужно не себя, а само творение. То есть ты сидишь тихо, ты смотришь на все со стороны Бога, ты любишь все, что происходит. Ты не отрицаешь ничего. Если не любишь, то понятно во всяком случае. И ты не застреваешь в магме, которая потом дрессирует людей на принятие таблеток. Это все, что я могу сказать. Вот этот исторический момент. Я думаю, что чудо, которое произошло, мы покажем на экране. Там разные стадии творения. Эти фотографии, очень разумные фотографии. Есть разница между всеми этими силами, которые работали во мне. В следующей передаче я объясню немножко глубже, что за чем стояло. Но в этой передаче просто обратите внимание на термический язык и владеете ситуацией в каком плане, а что за этим стоит. Если кто-то задаст правильный вопрос, ответ подтвердит себя. Откуда он придет? Давайте не будем притворяться, он придет от того же самого места, откуда я приношу все свои разумные знания. В эти исторические дни Бог объявил через меня в предыдущих передачах, что 17 апреля он начал новый период развития человечества, который будет длиться полтора века. Это все в момент создания, притворения его мечты, что я дойду до этого пути самостоятельно, не веря в дураков, не веря в лжецов, не веря в разум науки, которой я доверила свою профессию, а веря только в добро. Я шла только в добре. И больше ничего я не знала. То есть дова, которая могла осуществить покорным своим путем, все, что она должна была осуществить, может быть, будет немножечко примером, чуть-чуть примером, потому что у меня слагались обстоятельства, я была просто обстоятельна, я не буду жаловаться, была просто обстоятельна, дойти так высоко, вы понимаете, сколько я должна была преград пропустить через себя. Не через гнев, через себя, то через сердце, через разум, который Бог дает в тот момент. То есть холистический, это правильный, верный, разумный, красивый, теперь отражен в термическом изображении путь. Пусть у всех будет свой путь, но пусть он вознесет вас в тот момент, где вам красиво тоже. Много сложностей еще, ребята, впереди. Будьте разумны. Я жду вас всех наверху. Элла, давайте мы все-таки объявим, вы принимаете в центре Сангейс людей. Еще раз, ваш телефон. 602-571-0239. Я стараюсь помочь индивидуалам, но примерно вот что Бог просит, чтобы поняли, что ретриты будут самым приятным местом для развития духа, я шла по этому пути. я занималась с собой. Вбежать в приемную и быстро рассказать, не опустившись в гневе, в пылу, не работает это, ребята. Я не психолог, я не буду развивать ничьи мысли. Я термический человек, я культурный от Бога. Православный, папа говорит, это правильный путь, это славный путь. Давайте, говорит, нашим родным уже языком, хотя я и еврейка. Пусть будет язык у нас один, пусть все поймут, что у нас был один путь, пусть он останется нашим родным путем, пусть мы не притворяем чьи-то дурные мысли, мы из одного колена все сделаны. Это колено нелегко сгибается, даже перед Богом, потому что нас вели по странному пути. Даже если вы не хотите знать Бога, хотя это ложная весть, простите себя уже за это, найдите что-то теплое внутри себя, пусть Он покажет, что Он есть в вас. Ваша душа все равно в его руках, ребята. Как бы вы не бодались, как бы вы не стеснялись, что может быть вам нужно во что-то поверить, все равно знайте, просто знайте, будьте знайками в этом направлении, не оказывайтесь на Луне. хорошо, спасибо большое, Элла. Я еще раз напомню наши координаты, это тройное W sungate radio dot com, это телефон 8472269956, телефон в студии, ну и всегда вы можете задать свой вопрос или в центре SunGates или Эли Арбит, пойдя на скайп, это sungate 1.0.8 и на нашем веб-сайте 3.0.A.W. sungate radio dot com, все программы записываются, они попадают на YouTube, поэтому, если вы не смогли в прямом эфире послушать нашу программу, вы всегда это можете сделать в записи. Ну, на этом мы прощаемся с вами, Элла, спасибо вам большое за ваше время, за вашу, как всегда, очень интересную программу, ну и до новых встреч. Да, спасибо, Ваимай добавляет, помните, что это наука о трезвости, не идеологии или развитии мысли. Спасибо вам. Спасибо. Счастливое происхождение жизни никогда не следует.